На канале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Наследует ли животный мир жизнь вечную, или же каждое животное навсегда уничтожается земной смертью? Я думаю, сложно представить себе, что каждый таракан, каждая мышь или крыса, каждая бактерия, вирус, инфузория, туфелька перейдет в жизнь вечную и наследует Царствие Небесное. Поэтому, если вопрос задан так, как он задан, животный мир, то да, он не наследует жизнь вечную. Однако мы говорим о райском саде, о Царстве Небесном и о том, что люди там будут не одни. И поэтому на эту тему нет ярко выраженного церковного догмата. Есть рассуждения той или иной глубины и степени духовности, разной степени авторитетности церковных писателей разных времен. И поэтому мы можем рассуждать и можем мыслить об этом так, что те животные, которые так или иначе связаны с людьми любовью, поскольку Царствием Божьим есть любовь, и Бог есть любовь, и пребывающий в любви, в Боге пребывает. Те животные, которые были здесь, на земле, связаны с нами любовью, возможно, обретут возможность встречи с нами и в жизни вечной. Но это не более чем предположение, причем предположение более чем смелое. Но мы можем об этом просить Бога, мы можем об этом молиться, если мы вот так настроены по отношению к конкретному другу и спутнику нас. Есть множество удивительных и замечательных историй. Один мой знакомый, перенеся тяжелейший инфаркт, лежа дома. Это прямо вот история, лично мне близко знакомая. Его кошка легла ему на грудь и лежала целый час. Приехала скорая, забрала его, сказала, что мы не понимаем, как вы выжили чудом, а через час после этого кошка умерла. То есть я не вожу здесь какую-то мистику и не могу сказать, что да, кошка забрала его смерть или еще что-нибудь в этом духе. Хотя это вот такой яркий пример теснейшей связи со своим любимым животным. И человек, это когда выздоровел, больше не смог завести ни одно домашнее животное. То есть вот это какое-то глубокое, серьезное отношение. Мне почему-то кажется, что они встретятся в Царстве Божьем. Хотя подчеркиваю, это некое смелое предположение, утверждать которое окончательно мы не можем. Как те животные, которые будут в раю, насколько они вместят в себя... Проблема в том, что, конечно, животные не имеют того самого личностного, бессмертного бытия и образа Божия, который есть в человеке. Только про человека сказано, что человек есть образ Божий, что он есть личность. И именно это и наследует Царствие Божие. Не наша телесность, хотя мы воскреснем в теле. Вот насколько это распространится, наше личное воскресенье, насколько оно распространится на то, что мы любим, я не знаю. Будет ли в Царстве Небесном мое любимое кресло? Ну, мне бы хотелось, чтобы оно там было. Вот, и я верю, что если я вдруг удостоюсь того, чтобы в Царстве Небесном быть, хотя мы понимаем, что там жизнь неземная, и в Царстве Небесном даже не женится и замуж не выходит, но пребывает как ангелы на небесах. Вот, но если там будет что-то, хоть отчасти похожее на земное, то я думаю, что там будет не только мое кресло, но моя любимая собака будет лежать у моих ног и смотреть на меня преданными глазами. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok